Девушки отдыхают В тот вечер в баре пресс-центра Бундестага было шумно. Возле истоки расположились двое мужчин. Американский журналист Чарльз Левен и корреспондент ТАСС Геннадий Вареньев. В какой-то момент американец вдруг резко поменялся в лице и стал внимательно слушать все, что говорил ему русский. КГБ собирается устроить серию терактов на территории Западной Германии. Я только что получил задание из Москвы – подобрать места вблизи американских баз, где можно было бы заложить мини-бомбы. Сотрудник ЦРУ не верил своим ушам. Но сомневаться в правдивости слов завербованного им агента времени не было. Необходимо было срочно доложить обо всем в Ленглии. Левен вышел из-за стола. Варенник улыбаясь потирал руки. Гениальный план сработал без сучка и задоринки. А за такую сенсацию американцы просто обязаны были предоставить ему и его семье политическое убежище. Обратного пути в СССР для него не было. Это прием безопасности, чтобы человек не смог покончить с самоубийством. Удивительно смотреть, что такой молодой человек уже предатель. Никогда советское правительство не шло и никогда бы не пошло на подрыв мирных жителей. Какие бы цели не преследовали. Была ликвидирована полностью агентурная сеть агентура в СССР в Москве. Социально-психологический портрет составляется и вот как раз на определенном этапе уже осуществляется подход. Середина 80-х годов. Холодная война в самом разгаре. Советские войска в Афганистане, а в памяти американцев еще жива история со сбитым над Сахалином корейским пассажирским боингом. И вот теперь, как казалось Белому дому, империя зла собиралась нанести новый удар. В американской администрации донесения Варенника, он же агент фитнес, восприняли как очередное подтверждение реальности советской угрозы и жестокости руководства СССР. Американцы об этом доложили Кейси, доложили Рейгану. И они восприняли это довольно-таки серьезно. ЦРУ в срочном порядке телеграфировало западно-германской резидентуре о необходимости проверки мест, указанных Вареником. Через сутки из Бона пришел ответ. Вся информация, рассказанная фитнесом, подтверждается. Найди американца действительно советские мини-бомбы там, где указал им Вареник, трудно даже представить, какой грандиозный скандал закатила бы администрация Белого дома, обвиняя СССР в пособничестве террористам. Так зачем же Бонской резидентуре ЦРУ понадобилось вводить за нас собственное руководство? И кто именно подтвердил информацию, рассказанную агентом фитнеса? На вопрос, какую профессию выбрать, за Геннадия Вареника ответили родители. Вернее, отец, полковник госбезопасности Григорий Вареник. С его протекцией Геннадий без проблем окончил школу КГБ. Работать в первом главном управлении тогда было не только престижно, но и выгодно. Особенно хорошо оплачивались командировки за рубеж. Их у Вареника будет несколько. Сначала в Африку, потом в Азию и, наконец, поездка в Западную Германию. Для того, чтобы попасть в Европу или в Америку, а не куда-то в Африку или в Азию, то в ПГБ была большая борьба и много было, так сказать, блатных. Наличие в своих рядах определенного количества так называемых сынков в ПГУ считалось нормой. Не то, чтобы остальные разведчики их не любили, скорее принимали как неизбежное зло. Особо ответственных заданий Варенику старались не поручать. И хотя ему уже было по 30, он все еще простой оперативник, зато с неуемными амбициями. Осознанием того, что ты человек, и ты должен работать добросовестно, у тебя обязанность твоя, ты не имеешь права предать, продать и так далее, и так далее. Вот этой вот струи у него не было. Да и ты не особенно занимались этим. У нас партийная организация контролирует, чтобы ты там не вел себя так или наперекосяк. И остальное, чтобы все в порядке было. Поэтому вот этот элемент закалки чисто человеческих качеств, у него не было их. В 1982 году Вареник вместе с семьей вылетел в Западную Германию. Официальное прикрытие – должность корреспондента ТАСС. Основным заданием Вареника как разведчика был сбор оперативной информации. В его обязанности входило в том числе посещение ночных клубов, ресторанов. Особое внимание уделялось местам, где часто появлялись американцы. И перед каждым, кто выезжал за границу, естественно, ставил задачу получать, найти источника нужной, интересной информации. Вскоре Вареник нашел отличного кандидата для вербовки. Американский журналист Чарльз Левин – завсегдатый светских тусовок. Он на короткой ноге общался и с депутатами Бундестага, и с министрами западно-германского правительства. Его осведомленность не вызывала никаких сомнений. Этот человек был в курсе всех последних политических сплетен, охотно делился эксклюзивной информацией с окружающими, за что в среде аккредитованных в Бонне журналистов получил кличку «Душка Чарли». Своим коллегам Левин представлялся свободным художником, якобы пишущим сразу для нескольких американских изданий. Где именно можно было почитать его статьи, никто толком не знал. Однако поговаривали, что своим острым пером он нажил себе немало врагов и вынужден теперь публиковаться под псевдонимами. Никто из пишущей братья не мог себе даже представить, что Левин был хорошо залегендированным сотрудником ЦРУ. Не подозревал об этом и Геннадий Вареник. Прикрытия, которыми пользуются разведчики, действуя на территории противника, условно можно разделить на две категории – официальные и неофициальные, так называемые глубокие прикрытия. Одно дело быть под крышей посольства и иметь на случай провала дипломатический иммунитет, и совсем другое – работать в поле, где все зависит от того, насколько убедительной окажется твоя легенда. Я больше знаю американские спецслужбы. Это довольно грубое, довольно нахрапистое учреждение, и ФБР, и ЦРУ одинаково в данном случае. Конечно, они технически очень мощно вооружены, безусловно, и сильнее были всегда вооружены, чем мы. Что касается финансов, то они у них практически были неограничены. Законодательные полномочия, которые давала исполнительная и даже законодательная власть в США, они были исключительно обширными. Ведь если они могли совершать террористические акты, убивать политических деятелей, красть людей, ну, конечно, с такими спецслужбами работать крайне сложно и даже опасно. Уже после первой встречи Варенник стал наводить о Левине справки. Выяснилось, что американец уже полгода находится в Западной Германии, и за это время ни в КГБ, ни в ГРУ им вплотную не занимались. Утверждение секретных источников или агентуры о том, что Левин – человек скользкий и требует особого подхода, советского разведчика не смутили. «Если не вышло у других, почему не должно получиться у меня?» – рассуждал Геннадий Варенник. Чувствуя себя охотником и еще не понимая, выбранная им дичь уже вовсю охотится на него самого. После Москвы, жизнь которой замирала сразу после программы «Время», ночной бон, напоминающий своими огнями вечный праздник, и вправду казался советскому разведчику чем-то волшебным. Зовущая сказочная обертка западной жизни обещала счастье, и Вареник поддался соблазну. Что в этом поступке было больше? Глупости или жадности? Боюсь, мы так и не узнаем. Вареник, имея доступ к сейфу с деньгами, предназначенный для оперативных нужд, Вареник взял из общей кассы 7 тысяч марок, при этом оставив расписку с обещанием все вернуть до Пфенига. Подходило время держать ответ. Однако похвастаться разведчику было нечем. Ни одного информатора он так и не завербовал. А вот казенные деньги порядком поистратил. Купил новую мебель, цветной японский телевизор, одежду жене Раисе и дочерям. Оставшиеся дойч-марки спустил на развлечения. Как говорится, терять уже было нечего. Гулять так гулять. Жена также желала как можно лучше использовать пребывание за границей, обзавестись побольше тряпками и прочее. Его основная задача заключалась, как корреспондента, посещать места, злачные места, рестораны, бордели, где бывает много американцев. С тех пор, как он взял деньги, прошел уже год. Если продолжать тянуть с выплаты, долго рассуждал Варенник. По резидентуре поползут нехорошие слухи. А дальше позорное возвращение на родину. А за такую растрату могут еще и посадить. И тут в голове Варенника созрел, как ему казалось, спасительный план. А что если за хорошее вознаграждение предложить свои услуги американцам? Американцы действительно платят. И плохо, если они имеют дело с хорошим товаром. Но далеко не каждый, кто хотел стать анестезиологом инициативного шпионажа, мог такой хороший товар предложить. Но там не только деньги. Вы понимаете, там ему хотелось показать, что вот он более значим. Это тоже фактор присутствовал. Ему хотелось показать, что он не просто вот там бродит за объектами, как пешка. А он сам по себе личность. Я, понимаете, я могу вот еще тут что-то больше, чем это. Я вот с ними сейчас договорюсь. И он окошечко им бросил, американцам, в машину записочку-то. Сам предложил. Каково же было удивление Вареника, когда в ответ на брошенную в машину записку на связь с ним вышел его старый приятель, Чарльз Левин. Тот самый журналист, которого все последние месяцы он безуспешно пытался завербовать. Теперь Варенику стало предельно ясно. Вся игра была срежиссирована американцами с самого начала. Это не он устанавливал контакт с Левином. Это ЦРУ искало к нему подходы. Социально-психологический портрет составляется. И вот как раз, насколько плотно позволяет спецслужбы его изучить, насколько плотнее, теснее, ближе имеют они возможности подойти к этому человеку и узнать его глубже, конечно, не дай бог, он там какие-то дает поводы тут же. Ну, просто не пройдешь. Спекуляции, то, сё, пятое, десятое, или жаден до безумия, до патологически, так сказать, до денег. Конечно, на определенном этапе уже осуществляется подход. Так мы говорим. Впрочем, в случае с советским журналистом никакого подхода даже не потребовалось. Вареник сам предложил ЦРУ свои услуги. Американцев устраивало в большинстве случаев то, что человек, а, обладал секретами, и, б, давал согласие на шпенаж. То есть это второе относится к инициативникам. Но из числа инициативников, проверяя, они выбирали только тех, кто влагал секретами. Теперь ЦРУ предстояло выяснить, насколько ценным агентом является для них вареник. А вот если выяснялось, что у него есть секрет и доступ к секретам, вот тогда американцы отпроводили целую систему мер для того, чтобы быстро перевести вот этот контакт с инициативникам на секретную основу, на тайную основу, и разработать с ним такую систему связи, которая бы, а, во-первых, гарантировала им быстрое и оперативно-эффективное получение информации, и, б, защиту своей работы от контрактветки нашей страны. Ну, он, во-первых, сдал всех, с кем учился, сдал всю реализентуру в Бонне, сдал своих информаторов. В глазах американских хозяев вареник старался выглядеть как можно убедительнее. Свою готовность работать на разведку США он объяснял муками совести. Будто под копирку, повторяя слова другого предателя, Олега Гордеевского, вареник говорил о своем нежелании служить тираническому государству. Роль борца с режимом выглядела куда почетнее, чем ярлык предателя. Вот только смысл от этого не меняется. Почему вареник пошел? Якобы он очень любил отца, очень верил, ему доверял и считал, что он должен идти по стопам отца. А потом он якобы разочаровался. Он разочаровался, потому что увидел, что это со слов, так сказать, сотрудников ЦРУ, которые работали с ним, что якобы он разочаровался в службе, что он увидел, что люди там недобросовестные, что они выпивают, ведут себя недостойным образом, идут на все, чтобы продвинуться по службе и так далее. И так далее. И якобы это его подвигло разочароваться и предложить свои услуги. Это, конечно, детский лепет. Прототип предателя – это библейский Иуда. Тридцать ли серебряников сломали его душу? Зависть ли его к другим апостолам? Личная ненависть к Христу, который, может быть, явно, конечно, превосходил Иуду. Что его толкнуло на это? Он совершил предательство. Поэтому мы всех предателей называем Иудами. Потому что, как бы вы его, так сказать, не пытались, так сказать, раскрашивать, или сами себя они пытаются раскрашивать, все равно вы всегда найдете с человеком, который, во-первых, не любил свою страну, не любил свой народ и не уважал себя как человека. То есть он был сразу человеком с дефектом душевным. ЦРУ присвоило варенику оперативный псевдоним «фитнес», чтобы быть на хорошем счету в Лэнгли и регулярно получать щедрую плату, фитнесу необходимо было показывать результат. Уже на следующей неделе он передал Левину информацию, которая переполошила все руководство ЦРУ. Российские источники утверждают, что он пошел на сотрудничество, потому что у него были финансовые проблемы. То есть только из-за денег. Но история, которую рассказывает ЦРУ, совсем иная. Он был очень обеспокоен тем, что КГБ планировало теракты в Германии. Мишенью КГБ в Западной Германии, по словам Варенника, должны были стать военнослужащие армии США. Москва хотела поссорить Вашингтон с Боном, а теракты стали бы ярким подтверждением того, что немцы больше не потерпят присутствие американских войск на своей территории. У него возникла идея. В Германии действуют ячейки террористов, у которых есть бомбы. И КГБ якобы проведет теракт, но все подумают, что это сделали немцы. Придуманная варенником история про немецких террористов была весьма убедительной. Начиная с конца 60-х годов, на территории ФРГ и Западного Берлина и вправду действовала леворадикальная экстремистская организация, именующая себя фракция Красной Армии, сокращенно РАФ. Ее бойцы прославились серией банковских налетов, покушениями на высокооплачиваемых чиновников, а также подрывами военных и гражданских учреждений. По данным, имеющимся в Ленгли, помимо прочего, террористы активно сотрудничали с восточно-германской разведкой штази, а значит, вполне подходили на роль исполнителей, задуманной в КГБ операции. Агент «Фитнес» сообщил Левину, что Москва поручила ему подобрать места вблизи американских баз, где можно было бы заложить мини-бомбы, чем последнее время он, собственно, и занимался, посещая рестораны, бордели и другие злачные места. Устроить теракты, по его словам, КГБ планировал, когда указанные заведения будут переполнены американскими военнослужащими. Для пущей убедительности «Варенник» также передал американцам информацию о трех источниках советской разведки в правительстве ФРГ. Эти сведения вскоре подтвердились, так что оснований не доверять своему агенту у ЦРУ не было. Как позже рассказывал сам «Варенник», идею о бомбах он подсмотрел в одном из голливудских фильмов о коварстве русским. Сыграв на страхе перед вездесущим КГБ, «Варенник», что называется, попал в точку. К рассказанной фитнесом байке о русских супербомбах в Ленгли отнеслись со всей серьезностью. И даже по прошествии трех десятилетий за океаном остается немало тех, кто верит, что рассказанное «Вареником» было чистейшей правдой. Он пришел в ЦРУ предупредить их о терактах, чтобы они попытались остановить русских. То, что он сказал ЦРУ, описано в литературе. Это правда или нет, я не знаю. Но если я, как гражданин, верю ЦРУ, то я поверю и в эту историю. Для того, чтобы решать такие вопросы, какой-то там корреспондент ТАСС, оперативный работник, это слишком не та сошка. Это первое. Второе. Никогда, никогда советское правительство не шло и никогда бы не пошло на такой акт, как подрыв мирных жителей. Какие бы цели не преследовали, пропагандистские, я не знаю, стратегические и так далее. Никогда. 4 ноября 1985 года по тайному каналу Вареник связался с Левиным и сообщил, закладка бомб состоится со дня на день. Для получения подробных инструкций срочно вылетаю в Восточный Берлин. Вареник должен был выяснить детали операции на секретной встрече, ради которой и отправлялся в Восточную Германию. О том, что он собирается туда, он сообщил ЦРУ и обсудил этот вопрос с нашим офицером, Чарли Левиным. И он решил, что ему крайне важно поехать за железный занавес. Финалом этой истории по замыслу Вареника должен был стать его блестящий побег на запад. Перед отъездом в Берлин в последнем письме Левину он писал «Я хочу рассказать всему миру о коварных планах КГБ. Я готов сделать публичное признание». В своих фантазиях Вареник представлял себя хозяином большой виллы. Он с бокалом вина в шезлонге у своего бассейна нежится под солнечным небом Флориды. Но хэппи-энда так и не получилось. Очередной плод больного воображения агента фитнеса хоть и был щедро проплачен американской разведкой, но с переходом на запад пришлось повременить. Но в ЦРУ посчитали, что для них агент фитнес внутри КГБ куда полезнее вареника-перебежчика. И в этом была доля правды. Помимо собственных фантазий о мини-бомбах, Вареник снабжал ЦРУ действительно ценной информацией. В общей сложности предатель сдал американцам около 200 кадровых сотрудников КГБ, ГРУ и их источников. Он давал характеристики разведчикам, работавшим под прикрытием ТАСС и АПН, а также предупреждал о планируемых Лубянко-операциях в Западной Германии. Он передавал нам очень важную информацию. Он мог бы быть отличным агентом, но, по моему мнению, что-то этому мешало. Он не хотел, чтобы его семья знала, что он наш источник. Если ты офицер разведки, твоя жена знает, что ты уходишь куда-то по ночам, что ты ходишь без нее в бары и рестораны. Вы знаете, когда я разговаривал с людьми, которые были нашими источниками, а потом бежали в США, почти у всех жены не знали об их двойной жизни. О том, что в их немецкой резидентуре завелся крот, на Лубянке начали подозревать давно. Об этом говорили постоянные утечки данных. Так что вызов варенника в Восточный Берлин не был случайностью. Как раз в это время советской контрразведке стали поступать сведения от Олдрича Эймса. Высокопоставленный сотрудник ЦРУ передавал КГБ секретную информацию об агентах, завербованных американскими спецслужбами. Те же сведения Москва получала и от своего агента в ФБР Роберта Хансена. Кольцо вокруг варенника стремительно сжималось. Информацию мы получили о том, что в Германии работает источник, фамилия там не была указана, были указаны примерные координаты, о ком речь идет. И там связано с какими-то мероприятиями провокационного порядка, якобы со стороны Советского Союза, подготовка взрыва и прочее. Поэтому эта информация была передана, а дальше уже работали контрразведчики. Поиск шел. Под портрет, описанный Эймсом, попадали только два человека. Почему варенник не сразу? Потому что, понимаете, он в меньшей степени подходил под это. У него отец, бывший сотрудник, участник Отечественной войны, бывший сотрудник КГБ. Вроде бы характеризовался сам варенник как человек, который, так сказать, предан делу, дорожит вниманием и мнением отца. Уехав в Восточный Берлин, агент фитнес навсегда исчезнет за железным занавесом. Больше американцы его не увидят. Главное, его надо было вывести так, чтобы скрыть исчезновение вареника на какое-то время, для того, чтобы обезопасить те контакты, его контакты. Обезопасить. Это первая обязанность. Разведки, значит, это самое так, чтобы никто не узнал. Пока советская контрразведка придумывала предлог для того, чтобы выманить варенника на родину, оперативники в Москве прорабатывали последние детали будущей операции. Задерживать его в ГДР было слишком рискованно. Могла произойти утечка. Да и как в статусе арестованного его переправлять на родину? В Москве же шансов провести операцию незаметно куда больше. Были проведены какие-то мероприятия, которые позволяли вареника думать о том, что он летит в Советский Союз, его отправляют по какому-то делу или в отпуск у него очередной был. Я сейчас уже не помню, но для этого была совершенно правдоподобная легенда, по которой он совершенно спокойно летел в Советский Союз, проходил все эти контроли, и думал, что он прекрасно сейчас прилетел в Советский Союз, проведет время и вернется назад. Операции по захвату были настоящим коньком группы «Альфа». Подготовка к ним проходила с особой тщательностью. Впервые к акциям по поимке шпионов бойцов подразделения начали привлекать после прискорбного случая, произошедшего с сотрудником МИДа Александром Огородником, он же агент ЦРУ «Трианон». Во время его задержания 22 июня 1977 года в доме на Краснопресненской набережной предатель покончил жизнь самоубийством. Огороднику удалось отвлечь внимание следователей и проглотить капсулу с ядом, спрятанную в колпачке авторучки. Смертельный яд дается агенту только по его просьбе. И только в том случае, если он об этом попросит дважды, может быть, даже в песенном виде. Но, с моей точки зрения, это, конечно, отговорка, потому что этому предшествуют, конечно, многочисленные беседы с агентами о том, чтобы он ни в коем случае не попал живым в руки советской или российской контрразведки. В КГБ горький урок усвоили. И теперь проведение опасных силовых мероприятий доверяли исключительно профессионалам. Тем временем Геннадий Варенник был вызван в Москву. 9 ноября 1985 года самолет из Берлина приземлился в аэропорту Шереметьево. Пройдя стойку паспортного контроля, Варенник уже забрал свой багаж. Как вдруг его окликнул один из сотрудников аэропорта. Варенник? Геннадий Григорьевич? Да. Извините, у нас возникла проблема с вашей багажной квитанцией. Не могли бы вы пройти со мной. Это не займет много времени. До ареста Варенника оставались считанные мгновения. Там было очень многолюдно. И там как-то смешаться с публикой для моих сотрудников не ставило большого труда. Вы же понимаете, что мы отрабатывали эти вопросы маскировки. И все там нужно было с чемоданом или с двумя чемоданами. Значит, сотрудник мог к нему подойти и с двумя чемоданами в руках. И никогда не подумаешь, что человек несет два чемодана, и вдруг ты оказываешься в его руках. Едва успев сделать пару шагов от багажной карусели, Варенник тут же оказался в руках оперативников. Задуманная альфовцами операция была разыграна как панутом. Молодой человек, высокий, стройный. Ну, физически я не могу сказать, что он был развитым, поэтому весь задержание было не очень сложное его. И как-то нам было даже удивительно смотреть, что такой молодой человек уже предатель. Видите, он совсем был молодым. В ту минуту пассажиры Шереметьево наблюдали довольно-таки странную картину. Несколько мужчин чуть ли не в охапку несли двухметрового парня. Варенник шел на полусогнутых ногах, а войдя в помещение, как подкошенный рухнул на вовремя подставленный ему стол. Предатель не издал ни звука, бессмысленно уставившись в одну точку на полу. Варенник на меня не произвел никакого совершенно впечатления. Просто было видно, что человек вот находится в такой прострации, что он не то что там не понимает, что произошло, а у него даже вот по лицу было видно, что мысли у него прыгают, и он просто ни за что не может зацепиться, что произошло, как дальше быть, что дальше делать. Разобраться в ситуации с Варенником КГБ поручило заместителю начальника следственного управления генералу Александру Загвоздину. Полковник Анатолий Жучков работал тогда в его подчинении. Вызвал, вернее, Загвоздин. Говорит, слушай, сейчас привезут очередного. Ничего тебе не могу сказать, да и сам ничего не знаю, кроме одного. Он завербован. Помня о печальном случае с Огородником, в КГБ усилили меры предосторожности. Сотрудники контрразведки не могли исключать, что в одежде предателя могла быть спрятана ампула с ядом, переданная ему американцами. Это не психологический прием. Это прием безопасности, чтобы человек не смог покончить жизнь самоубийством. Варенника переоделил. На первом допросе у следователя он появился в спортивном костюме. Взгляд потухший, волосы на голове растрепаны, вместо обуви – носки. Привели в комитет, ко мне в кабинет. Я говорю, в чем дело? Да вот, дали ему кеды, да и они ему не подходят. Я говорю, ну в чем дело-то? Найдите ему нормальные кеды, тогда я с ним и разговаривать буду. Первые 40 минут в кабинете следователя прошли в гробовом молчании, пока Вареннику не принесли подходящую обувь. Пересел ко мне поближе за стол. Я его спрашиваю, Геннадий, я сейчас отчество уже не помню. Я говорю, ну что в марте-то случилось? Все. И этого было достаточно, чтобы он сразу начинал говорить. Полковник Анатолий Жучков, конечно, не знал, когда именно был завербован Варенник. Назвав месяц март, он просто угадал. Теперь в КГБ хотели выяснить, какие у агента фитнеса были способы связи с ЦРУ в Москве. Говорит, есть записная книжка. Я ее отдал отцу. А важно было и от родственников скрыть факт нахождения Варенника в Москве. Для того, чтобы провести свои мероприятия. Прямых доказательств работы Варенника на иностранцев у КГБ не было. Данные, полученные от Олдрича Эймса, советская контрразведка использовать не могла, опасаясь подставить своего суперагента в ЦРУ. Были, конечно, признания самого предателя. Но кто мог быть уверен, что на суде Варенник вдруг не изменит собственные показания? Пока единственной уликой оставалась та самая записная книжка. И теперь полковнику Жучкову предстояло ее добыть. Я говорю, я сейчас его попрошу написать письмо отцу из Германии, якобы из Германии. Пап, я тебе оставлял записную книжку, она мне срочно потребовалась. Сейчас к вам подъедет мой хороший товарищ, предъявит ему записку и отдайте ему записную книжку. Представившись коллегой по работе, Жучкову удалось получить от отца Варенника записную книжку. В ней оказались инструкции для агента фитнеса с указанием мест закладки тайников и способах связи с сотрудниками ЦРУ в Москве. Жена Варенника с детьми была в Западной Германии, еще не знала об аресте мужа. 13 ноября 1985 года на пороге Боннской квартиры появился мужчина с посланием от Геннадия. Раиса сразу узнала почерк мужа. В записке несколько слов. Нам дают квартиру, бери детей и срочно приезжай в Москву. Уже сев в такси по дороге в аэропорт, жена Варенника вдруг вспомнила, что оставила дома паспорт. Она вернулась, но в квартиру ее не пустили. Паспорт вынес один из сотрудников резидентуры. Дома шел обыск. В Боннской квартире Варенника контрразведчики нашли шифровальный блокнот и средства тайнописи. Теперь улик против предателя у КГБ было предостаточно. О том, что их агент арестован, в Ленгли узнают лишь через несколько месяцев. Мы узнали об аресте очень поздно. Это была очень удачная операция КГБ против нас. Мы лишились его, но не знали почему. Он просто не вернулся. И уже позже двойной агент КГБ сообщил нам, что Варенник арестован. 2 октября 1986 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Геннадия Варенника к высшей мере наказания – расстрелу. 25 февраля 1987 года приговор был приведен в исполнение. Мой сын зря связался с этими хищниками из ССРУ. Они его использовали. Он всегда был слишком доверчив, слишком честен и добросовестен. Он был всего лишь славным мальчишкой, который совершил ошибку. Будь его профессия другой, наказание не было бы таким суровым. Несколько лет в тюрьме и свободен. Но только не в КГБ. Эти слова принадлежат отцу предателя, Григорию Вареннику. Он искренне негодовал, за что же расстреляли его сына. Ведь он, по его словам, ничем не навредил родине, а лишь мешал работе вездесущего КГБ. Такие доводы из уст фронтовика и бывшего контрразведчика, по крайней мере, странны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok